Здравствуйте, друзья! Ну что ж, в сегодняшнем видеоролике я снова решил пройти какую-нибудь игру необычным способом. В качестве игры я выбрал GTA Vice City, и как раз таки вспомнил, что в 2018 году я уже проводил подобный челлендж по прохождению этой игры без использования оружия. Однако, во-первых, он устарел, во-вторых, в некоторых моментах я нарушал свои собственные правила, поэтому сделаем небольшую переигровку. Можно ли пройти GTA Vice City без использования оружия? И сразу скажу то, что в данном видеоролике я пытался пройти GTA Vice City, используя только свои собственные силы. То есть никаких гличей с повторами, никакой японской версии, чтобы обузить покупку недвижимости здесь не будет. Чисто свои силы, чисто свои знания, посмотреть, смогу ли я это сделать. А пока мы не начали, хочу поблагодарить всех, кто уже поставил лайк на данный видеоролик. Всем спасибо за поддержку, и не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые, потому что видеоролики выходят ежедневно. И не переживайте, игровой пацифист вернется уже на следующей неделе. Ну что, уселись поудобнее? Давайте начинать. Итак, объясню вкратце правила. Я не использую огнестрельное оружие. Я не использую холодное оружие. И самое главное, что отличает этот челлендж от предыдущего двухлетней давности. Я не буду использовать кастет. Несмотря на то, что он находится в слоте под рукопашку, в любом случае я использую только кулаки. Итак, начинаем. Первые четыре миссии я выполняю на адвоката Кена Розенберга, которые являются обучающими и довольно простыми. Например, первая миссия вечеринка. Достаточно простое задание. Заезжаем до яхты полковника Кортеза и отвозим Мерседес в клуб. Разборки на задворках. Здесь уже ситуация немного другая. Нам необходимо в конце миссии испинать повара Лео Тила и забрать у него мобильник. Собственно, никаких проблем не возникает. Выходим из транспортного средства и деремся с поваром на кулаках. Собственно, задание ничего сложного из себя не представляет. Идем дальше. Миссия Гнев Присяжных. Данную миссию пришлось проходить довольно долго, поскольку необходимо испортить два транспортных средства двух различных присяжных. Томми мог наносить повреждения транспортному средству с помощью кулаков, находясь в движении. А именно, мне нужно было упереться в транспортное средство и постоянно клацать на клавишу атаки. В общем, такими темпами очень медленно я избивал это несчастное транспортное средство. Затем ударил присяжного, чтобы он сел в транспортное средство и спокойно закончил с ним. Беру его же автомобиль и добираюсь до второго авто. Теперь достаточно просто врезаться в стенку и подставить одно авто к другому, чтобы засчиталось прохождение задания. Ну и миссия с бунтом также проходит довольно просто. Начинаем драку с четырьмя рабочими, после всего этого нужно уничтожить всего лишь три грузовика с пандэкспресс. С первыми двумя проблем не возникло. Нужно забайтить одного из охранников, который будет вооружен пистолетом, выстрелить в красную бочку. Таким образом уничтожатся сразу два фургона. Ну и забираем третье транспортное средство и топим его в ближайшей реке. Конечно, можно было бы врезаться и в стены, ничего страшного не произошло бы. Да и также можно было избавиться от двух других фургонов, если, к примеру, мне бы не повезло на красную бочку. Всецело, пока все идет неплохо. Предательство Гонзалеза. Но здесь я думаю объяснять что-то излишне. Единственная проблема, я все же дал Гонзалезу выйти из его пентхауса и уже на улице устранил его с помощью кулаков главного героя. Остается дело за малым, всего лишь уйти от погони, благо с этим проблем никаких не возникло. И самое сложное в этом челлендже, это постоянно переключаться на оружие. В дальнейшем вы увидите, в какой миссии это произойдет. Задание номер 2. Стрельба в моле. Миссия с курьером. Здесь нужно было сделать небольшую подготовку, прежде чем встретиться с данным курьером. Во-первых, необходимо было взять автомобиль и переградить ему заранее проход. Не то, что в противном случае я не смог устранить его, но так все-таки было проще. Затем мы активируем с ним катсцену, курьер начинает убегать и так уж получилось, что не может выйти за пределы этого мола. Все, что мы делаем, это при ФБР агентов просто избиваем нашего французского товарища, забираем чипы и отправляемся обратно к полковнику. Миссия номер 3. Ангелы-хранители. Первое задание, в котором как раз и появилась проблема с подбором оружия. В общем-то, здесь задание подразумевает собой следующее. Проконтролировать сделку Диаза и Кубинцев. Однако существует небольшая проблема. У гаитян намечается 5 подкреплений, а я вооружен всего лишь кулаками. Если в первом случае я не смог справиться с этим заданием и все-таки брал костет для того, чтобы противники с первого удара падали на землю, здесь задание получилось пройти аж с третьей попытки. Самое главное это дождаться идеального рандома. Люди Диаза, насколько я понимаю, погибают от единственного выстрела в их тело, так что с ними все понятно. Лэнс, в принципе, может защитить только себя, но вот Диаза будет ли он защищать, на самом деле это довольно рандомный факт. Поэтому здесь приходилось играть именно на Рикардо Диаза. В Сицелло он раскидает большую часть гаитян, которые будут на него нападать. Самое главное это в упор приближаться к транспортному средству противника, сразу же использовать рукопашную атаку и либо вырубать их по одному, либо делать так, чтобы они находились в состоянии оглушения, так скажем. То есть ударяешь по ним, Диаза расстреливает, ударяешь, Диаза расстреливает. В каких-то моментах Томми Версетти может брать урон и на себя, в принципе это никто не отменял. Но будьте осторожны, 100 единиц брони и 100 единиц хп это единственное, что дается во время выполнения этого задания. Поскольку если вы убегаете с зоны сделки, то задание будет проваленным, исключая случаи, когда вы смотрите на нее. Ну а с последним мотоциклистом вообще не было никаких проблем. Спокойно сбиваем его на Санчезе и отпинываем. Возвращаем деньги Диазу и задание на этом заканчивается. Начинаются миссии на Наркбароновой Сити. И первая миссия называется Погоня. В целом ничего сложного, только один маленький момент. Почему-то у меня заскриптованный персонаж первый раз умер во время выполнения данного задания. Я не знаю, с чем это было связано, но за все свои, не знаю, 60, наверное, прохождений GTA Vice City, я наткнулся на такое всего лишь в первый раз. Задание номер 2 называется Добро пожаловать во Вьетнам. И это был первый случай, когда игроку необходимо было по стандарту использовать оружие в прохождении данных миссий. Как я и говорил в самом начале, прохождение я выполнял чисто своими силами. То есть не пользовался зацикливанием повторов, не создавал искусственную смерть для Томми Версетти, чтобы задюпать задание. Но я все же уверен, что эту миссию можно пройти с помощью данных гличей, без использования вооружения. Но все-таки, так как это необходимо делать по заданию, пришлось пользоваться М60. В конце концов, как только нас высаживает Лэнс, снова переключаюсь на кулаки и просто забираю деньги. То есть просто пробегаю мимо всех бандюков, которые находятся внутри здания. Миссия номер 3. Самая быстрая лодка. Данное правило распространяется не только на лодку, но и на самого Томми Версетти. Ведь можно спокойно зайти в доки, быстренько пробежать до данного заборчика и сесть в лодку. А что я там говорил одну миссию назад? Ну, не важно. Ну и четвертая миссия на Рикардо Диаза. Спрос и предложение. Когда, казалось бы, в первой половине ничего опасного вас не ожидает, во второй части необходимо будет отстреливаться от кубинцев. Честно говоря, изначально я хотел просто прав и кашить всю миссию. Ну, мол, у меня стояло ограничение на 60 фпс, может быть, лодки неприятеля даже не доплывут до нас. Однако я был неправ, поэтому кубинцев снова по сюжету, как и в миссии Фном Пен 86, пришлось раскидывать самостоятельно. Но здесь, как говорится, своими силами уж никак не получится. Поэтому раскидываем кубинцев, просто потому что по-другому вы не пройдете это место. Затем начинается задание с танком. Если в первом случае я старался уничтожить всю военную технику, перебить всех военных, даже использовать какое-нибудь рандомное транспортное средство, в этом случае можно просто дождаться, когда они доедут до кафешки, из танка выйдет пассажир, тем самым откроет нам доступ к нему, и мы просто забираемся в танк и спокойно ставим его в гараж. Благо, хоть таким образом можно это дело пройти. Задание со спасением Лэнса. И это была одна из тех миссий, за прохождение которой я очень сильно переживал. Во-первых, в этой миссии придется знатно так потанковать. Плюсом ко всему, наличие транспортного средства напрямую влияет на выполнение данного задания. То есть мы приезжаем на свалку и начинаем давить абсолютно всех людей Диэза, которые присутствуют на свалке. Заметьте, то что я не использую оружие в этом случае. У меня была еще идея пройти эту миссию с танком, но посоветовавшись парочке друзей, они все-таки сказали, что танк в принципе можно расценивать как орудие. Да и при том так будет слишком легко. В общем, я решил их послушать и поэтому проходил только с помощью транспортного средства. Основу приходится давить. Однако один парень, который будет находиться сверху, будет вам постоянно мешать. Спросите, как же тогда обойти эту систему? А все очень просто. Нужно подвести автомобиль к этому самому месту, дождаться, когда люди Диэза по нему постреляют, и автомобиль взорвется. Соответственно, чел сверху больше не доставит вам никаких проблем. Остается только свистнуть еще несколько транспортных средств, передавить всех челов Диэза, а затем спокойно свалить. Кстати, в конце концов, у меня остался только гигантский мусоровоз, но благо с его помощью удалось довезти Лэнса прямо до больницы. Задание с устранением Рикарда Диэза. Когда, казалось бы, в первом случае можно было протиснуться через главный вход, я думаю, об этом все знают, и убить Рикарда Диэза с помощью кулаков я решил пойти более странным способом. Ну, во-первых, я решил передавить большую часть охраны Диэза, которая находится вне его особняка. Во-вторых, я решил раскидать как можно больше челов, которые будут находиться именно внутри особняка. Скажу я вам, дело это довольно сложное, учитывая, что у тебя в команде присутствует Лэнс, который телепортируется даже в момент, когда начинается финальная катсцена с Диэзом. В некоторых случаях я проваливал задание просто потому, что Лэнс умирал. Да и все целы у Рикарда Диэза довольно много хп в этой миссии. Например, чтобы затыкать его кулаками, у меня ушло примерно 2 минуты. Плюсом ко всему, хп и броня Томми Версетти постепенно подходит к нулю, а Лэнс даже и не планирует вам помочь-то на самом деле. Но все же через 30 минут у меня наконец получилось это сделать, задание было невероятно сложным, но я рад, что все-таки смог его пройти. Начинаются три задания на особняк Версетти. Первый из них называется «Вымогание», и, к сожалению, это был первый случай, когда мне все же пришлось использовать оружие. Сейчас объясню почему. Так как я прохожу игру своими силами, изначальный план был таков. Я забираю мотоцикл, и на мотоцикле разбиваю абсолютно все витрины, которые находятся в моле. Если мотоцикл приходит в непригодность, я беру местный Инфернус, который находится внутри этого самого мола. Но, к сожалению, здесь ситуация была немного иная. На прохождение миссии вам дается всего лишь 5 минут. За одну минуту, в лучшем случае, вы успеваете доехать только до самого торгового центра. Плюсом ко всему, в некоторых магазинах витрины разбиваются далеко не с первого раза. А все из-за защитных перегородок, которые, непонятно почему, находятся внутри, допустим, вот этого магазина. Плюсом, если вы не спрыгиваете с мотоцикла, то иногда Томми может просто упасть от столкновений с витриной. Ну а самое сложное, это разбить магазин Гэш, который находится на втором этаже. Во-первых, мне постоянно не хватало разгона на мотоцикле для того, чтобы уничтожить все это дело. Тогда я придумывал следующий план. Я брал Инфернус, разбивал первый этаж, и как только транспорт начинает гореть, я подставляю его по два окна сверху. Таким образом, напомню, кстати, о том, что стекла могут и респавниться в этой миссии, я старался брать как можно больший разгон и врезаться в стекла. И, знаете, у меня все-таки не получилось это сделать. Мне банально не хватало времени. Если бы в данной миссии не было таймера, я бы спокойно смог ее сделать даже через сотню попыток. Поэтому в данной миссии использую оружие для того, чтобы уничтожить витрины. Миссия номер два — драка в баре. Собственно, ничего сложного она из себя не представляет. Первых работников ДБП-секьюрити можно спокойно задавить. Затем нападаем на логово-секьюрити вместе со своими парнями. Например, можно подвезти автомобиль, дождаться, когда они по нему хорошенько так пройдутся, выходим из него, и он взрывается, подрывая все их логово. Но в конце концов, конечно же, давим последних двух людей. На этом задание заканчивается. И миссия «Земля копов». Один из тех случаев, когда можно просто давить пешеходов, тем самым загрив на себя полицию, а затем с помощью кулаков продолжать избивать полицейских, пока вам не присвоят две звезды розыска. Заходим. Переодеваемся в гараже. Заходим в мол и устанавливаем взрывчатку. Здесь сложность будет связана с искусственным интеллектом Лэнса. И я вам скажу, миссия достаточно сложна даже на 70-е прохождение игры. Самым оптимальным решением было оставить Лэнса около мола, спокойно через пейнт-спрей сбросить розыск, а затем уже вернуться за нашим товарищем. Всецело стрелять в этой миссии все же мне не приходилось, поэтому задание прошло более-менее гладко. И здесь у нас заканчиваются основные задания. Далее все будет зависеть от того пути, который выберет игрок, а именно прохождение недвижимости. Так как я прохожу GTA Vice City без использования оружия, я решил взять самые легкие недвижимости первыми. А именно, я выполнил задание в лодочной мастерской, я выполнил задание в фабрике мороженого Cherry Popper, Strip Club Pole Position и автосалон Sunshine Auto. Но все же необходимо было купить две недвижимости, в которых приходилось выполнять задания. Первая из них это таксопар Коффмана. Первая миссия называлась VIP. И это был первый случай, когда я узнал, что уничтожение вашей такси никак не повлияет на выполнение задания. Единственное, что нужно было сделать, это протаранить авто конкурента, заманить VIP в свое авто и довести его до места назначения. Вторая миссия называлась Дружеское соперничество. Опять же, ничего сложного. Единственная проблема, если вы перегородите путь такси конкурентов, то они смогут спокойно протаранить ее. Таким образом, необходимо было загнать конкурента в ловушку, зайти в такси, благо она не закрыта, и где-нибудь также спокойно утопить ее, как и в случае с бунтом. Третья миссия называлась Кэб Магеддон. Изначально необходимо было добраться до конца локации, запрыгнуть его отсюда и подождать, когда таймер отсчитает ноль. Затем разобраться с Зеброй Кэб. Водитель Зебра Кэба набирает обороты, начинает двигаться в сторону Томми и врезается в стену, около которой, собственно, я и нахожусь. Но можно было сделать проще. Забраться на ту же самую платформу, заставить NPC разогнаться, а затем посмотреть, как он улетает прямо в воду. И задание на таксопарк было успешно пройдено. Ну и остается очередь только за типографией. Первая миссия — выведать секреты. Собственно, опять же, ничего сложного. Мы добираемся до корабля и не убиваем ни единого охранника, который встает у нас на пути. Поскольку они все равно будут респавниться бесконечно. Сразу же добираемся до начальника корабля, получаем нужную информацию, спрыгиваем вниз и вновь добираемся до типографии. Задание с Курьером было уже гораздо сложнее. Во-первых, необходимо было взять транспортные средства и передавить практически всю охрану, которая находится внутри доков. Сложность еще заключается в том, что иногда снайперши, которые находятся наверху, все-таки могут зацепить Томми Версетти. В этом случае мне повезло. Ждем, когда Курьер высадится в доках, подбираем один из Сентинеллов, который находится недалеко, и спокойно давим Курьера, забираем чипы и вновь возвращаемся в типографию. После подобного прохождения недвижимости остается дело за малым. Это пройти два финальных задания. Первое из них — это устранить сборщиков Дани. Собственно, здесь ничего сложного, можно было их опять так же задавить, но я решил сделать немного по-другому. Одного я решил задавить, а второго избить кулаками. Все-таки давненько мы этим делом с вами не пользовались. В целом старался давить чувака с помповым дробовиком, поскольку он может занокдаунить Томми Версетти. Второго приходилось избивать кулаками, благо в GTA Vice City хотя бы знаю расположение брони и аптеки. Ну и осталось речь за малым. Это финальное задание. Я решил пройти его по тому же канону, что и предыдущее. Однако я решил пройти его полностью, используя только кулаки главного героя. Дам небольшой совет. Если вы уходите за пределы особняка Версетти, то мафия прекращает воровать деньги Томми Версетти. В первом случае вас предупредят, что вернитесь к сейфу, его нужно защитить. Это босс-файт с Лэнсом. У меня не получилось его устранить до выхода на крышу, плюсом ко всему мешали мафиози. И при том было несколько попыток, когда Лэнс просто застрелил главного героя, и на этом все закончилось. Необходимо было затриггерить нескольких чуваков, чтобы они взорвали одну красную бочку, которая находится на крыше. Во всяком случае, такими темпами можно убить практически половину охраны Лэнса. Во-вторых, на крыше присутствует таблетка адреналина, благодаря которой Томми получает существенную прибавку к рукопашной атаке. Сначала я решил раскидывать именно охрану Лэнса, поскольку они могут подпертывать на заднем фоне, пока я буду избивать главного злодея. Плюсом ко всему, очень часто спускался вниз, пополнял себе хпшку и надевал новую броню. В общем, через таблетку адреналина, в конце концов, у меня получилось убить Лэнса, несмотря на то, сколько же у него все-таки было хп. В конце концов, план остается тем же, пока не появляется Сони Форелли. Здесь ситуация была намного сложнее. Видимо, у Сони Форелли гораздо больше хп в этой миссии, чем у Лэнса. Но это, конечно, не точная информация, но боссфайт был достаточно сложным. Нет, это не боссфайт с Тахиром из Дайнлайта. Все-таки чуть проще. Иногда ударами кулаков я выталкивал Сони Форелли на улицу. Напомню о том, что около особняка будут находиться три лимузина, которые являются респавном мафиози. Однако, когда я их уничтожил, я понял то, что они потом все равно респавнятся из воздуха. В общем, можно выгнать Сони Форелли на улицу и спокойно запинывать его, постепенно пополняя себе броню и хп. Плюсом ко всему, рядом с особняком Версетти находится таблетка адреналина. Если вы используете ее в нужный момент, можно нанести еще больше повреждений Форелли. Смысл заключался в том, что Сони Форелли вообще не щадил Томми. В некоторых моментах, когда мне нужно было выбраться за пределы особняка, он расстреливал мой автомобиль буквально через половину гребаного острова Старфиш. Да и запинывание происходило довольно долго, все-таки еще мешает его охрана. Кстати, держу в курсе. Сони Форелли может убивать собственную охрану, если мы встаем в одну линию. Я пытался также забайтить его охрану, чтобы они постреляли по нему, но почему-то это не получалось делать. В общем, через примерно 15 подборов брони и хп, мне наконец-то удалось допинать Сони Форелли, используя только кулаки и ноги главного героя. Таким образом, заканчивается основная сюжетная линия GTA Vice City. И подытожим, я все-таки не смог пройти GTA Vice City без использования оружия. Если даже не считать две миссии, в которых это нужно сделать по стандарту, потому что в противном случае вертолет или лодка будут уничтожены, в миссии по уничтожению витрин все же вооружение пришлось использовать. Но во всяком случае, это было достаточно интересно. Что ж, друзья, вот такой сегодня у меня получился видеоролик. Если вы, конечно, сможете пройти миссию с витринами без использования оружия и без зацикливания повторов и дюпов заданий, можете писать мне в личку ВКонтакте, с радостью оценю ваше прохождение. Ну а я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Чтобы не пропустить последующие подобные интересные прохождения игр, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, и не забудьте оценить этот видеоролик пальцем вверх. Посмотрите другие видеоролики, которые сейчас находятся у вас на экране. С вами был Спектр, всем желаю удачного дня, играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами, услышимся с вами в следующем видеоролике, предлагайте свои игры для прохождения необычным способом. Мне там предлагали пройти Far Cry 3 без прокачки навыков, я думаю, это достаточно интересная идея. Сразу после игрового пацифиста, поэтому услышимся, всем пока.